К примеру, крестница, тот тоже, говорит, присоединится к этой моей любви. Вот и для нас такой пример, что нельзя смотреть, какая там у меня родня, какие там близкие. Значит, вот смотреть на пример нашего Господа и смотреть в хорошее. И если будем мы хороший взгляд проявлять и любовь, и какое-то будем находить оправдание в поступках наших близких, наших родных, значит, и опираясь на спасительную любовь Сына Божьего, то можем мы тоже послужить и спасению и нашего рода, и спасению всех, с кем нас Господь соединил и связал в этой земной жизни. И Он говорит, кто, говорит, придет ко Мне и, говорит, вот будет иметь вот эту вот жажду вот этого, что как же это, значит, вот так вот жить, значит, и как это, чтобы не сердиться, не гневаться, не обижаться, не осуждать. И, говорит, если бы Он, говорит, я Ему дам такую пищу, говорит, что Он не возжаждается и не взалчит вовеки. Если бы мы будем в своей жизни не на свое такое вот плотское мудрование опираться, а будем на любовь Сына Божьего, на Его учения, на заповеди, которые, значит, дал Отец Небесный. Если бы мы будем на это опираться, то, конечно, это учение несет спасение и нашей душе, и оно несет спасение и нашим близким. Ничего такого, знаете, нет такого, что-то такого, чтобы, знаете, мы охали или ахали, или какие-то, знаете, применяли такие методы какие-то, как будто мы такие, вот, знаете, мудрые. Все это, как говорится, ведет как раз и к нашей погибели, и к погибели наших близких. И Господь говорит, что, говорит, кто хочет свою душу спасти, он ее погубит. А кто, говорит, погубит свою душу, меня ради Евангелия, тот спасет ее. Вот вместо этого, как и в Ветхом Завете, чтобы вот применить закон Бога, который был направлен на любовь и к людям, и к Богу, и большинство верующих, как раз людей, они направили это учение и против и людей, значит, и не разрешали творить добрые дела, значит, или подавили, уже когда и сам даже Христос пришел, значит, и направили, который принес им такое вот разъяснение, как говорится, они вместо этого, значит, вот это вот учение самого же Господа направили и против его Сына. Так и мы, вот, порой считая себя верующими, направляем учение, значит, Сына Божьего, направляем мы против спасения зачастую и своей души тоже, и направляем мы против спасения наших близких. И, значит, начнем с себя, и будем, значит, молиться к нашему Господу. «Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего, Святаго, не отыме от меня, и проникнемся любовью Святой Троицы к нам грешным, добротой Отца, принесшего Сына Своего в жертву за нас, послушанием Сына к Отцу и проявленную любовь к грешному роду человеческому. И, значит, Павел, и искупив род человеческий и последователей своих от греха, Сын Божий никем не возгнушался, и мы должны оправдать своих родных и всех, с кем нас соединил Христос, и в церкви, и по родству, и ни злословия никого». Вот сейчас как раз такое время, что именно, знаете, почитаем, если все послания, и апостола Павла, и апостола Петра, и апостола Иуды, брата Якова, все направлены, что нельзя прикословить руководителям, послушание написано начальству, значит, а у нас вот все сейчас, значит, под какими-то такими предлогами мы себя считаем уже выше, чем вот эти вот святые люди. Господь тоже, последняя его молитва была, он молился, говорил, «Всех, которых ты мне дал, я сохранил, ни одного из них не погубил». Вот наоборот, посмотрел, посмотреть, что всех, кого нам дал Господь, и родных, и близких, чтобы мы, вот говорит, как он в учении своем говорит, «Слово гнилое да не зыдет из уст ваших». Что вот именно с кем нас соединил Господь, мы должны, конечно, стараться, значит, каждого человека оправдывать. И вот Господь, он, знаете, бежит прямо, и сам, значит, торопится помочь каждому человеку, и, значит, через свое слово, и, значит, Духа своего Божественного тоже направляет. И везде, вот за что бы мы ни брались, вот как человек такой добрый бывает, кто-то что-то делает, а человек так это бежит и торопится на помощь, так и Дух Святой, Он везде нам содействует. Благодать Божия настолько сильна к нам, она, значит, торопится всегда нам помочь. Но мы своим вот этим высокомерием и гордостью думаем, что это я сам такой. Значит, и в личной жизни, и в каких-то отношениях, и, значит, и семейных, и дружеских, и, значит, и там, и в каким-то спорте, и в науке, и в труде. Везде Господь нам, значит, Он хочет нам помочь, проявляет, а мы это присваиваем потом себе, знаете, и Дух этот от нас отходит, и потом мы ходим такие понурые, и все, и нам жизнь не красна, и нам ничего не нравится, не трудиться, не работать, никаких нам отношений ни с кем не хочется иметь, потому что все меня, как говорится, замордовали уже, они так ко мне это относятся, на самом же деле, что мы вот сами неправильно, у нас такое высокомерное, высокомерное понятие о нашем спасении, и мы вот это, знаете, отреваем. И сейчас вот, как пишет вот такой вот, был на грани революции такой вот, игумен Никон Воробьев, он говорит, очень мало христиан, которых вот именно правильное понятие, правильное понятие о спасении. И, конечно, вот чтобы опираться на эти заповеди, на Евангелие, что нужно и общение со священниками, чтобы на первых порах разъясняли, как говорится, кто слушает вас, меня слушает. Не всем, говорит, даны тайны Божьи, а кто только вот апостолам и тем, кому эта благодать передается. А мы зачастую вот как раз себя считаем умными, и вот это тоже к этому так и, значит, духовному общению относимся очень небрежно. Поэтому постараемся вот в эти дни вот эту вот Божью благодать, которая сошла на учеников и апостолов, и вот в праздниках оно все передается. Вот так же было, знаете, две тысячи лет назад. То же самое, значит, Богородица с апостолами собрались вместе в Синайской горнице, и их вот эти вот такие последователи, и 120 еще человек, так вот вокруг, которые потом вот 70 апостолов посылал, их родственники, близкие, во главе с Богородицей, молились, ожидали, Господь и сказал, ждите, говорит, я пошлю иного утешителя, Духа истины, которая от Отца исходит. И вот в таком, значит, виде они сами ожидали это, но не знали, вот каким это образом все будет. И вот пророчество как раз Иоанна Крестителя, он и говорил, я вас крещаю водой, а, говорит, идет который за мною, вас будет крестить, говорит, огнем и Духом Святым. И вот это вот пророчество Иоанна Крестителя как раз исполнилось, и вот эта, знаете, благодать Святого Духа сошла в виде таких огненных, нежгучих язычков на каждого из апостолов. И она каждому дарования такие дала, вроде бы вот язычки такие, знаете, одинаковые сошли на каждого апостола, но дар они получили все разные. Вот, и у каждого были вот эти вот разные дарования, и все исполнились такой вот неизъяснимой такой радости, большой такой вот прилив сил, Божьей благодати ощутили ученики и апостолы Господа. Поэтому и мы будем вот эту вот радость, вот эту благодать, которую получаем мы в Церкви, особенно в этот День Святой Пятидесятницы, будем стараться применить и на спасение своих душ, и будем стараться и применить, и на спасение наших душ, и душ наших близких. И без этой вот благодатной помощи, как, знаете, человек вот может без этого обойтись, как говорится, без еды телесно, но если бы ему горло пережать, воздух зажать, то он, наверное, там, знаете, и не сможет без воздуха прожить и несколько минут, так вот и наша душа. Если бы не будет благодати Святого Духа, она мгновенно умрет, и никакого дела благого и хорошего мы не сможем исполнить без благодати Святого Духа. Поэтому вот во всем мы должны знать, чтобы не своими силами, а призывая и утром на всякое дело доброе, и вечером на сон грядущий, и во всяких добрых делах будем призывать эту Божью благодать и молиться. Царю Небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселесерны, и очистины от Церкви и скверны, и спаси блажен души наше. Аминь. Вот сегодня день благодати Святого Духа и основания Церкви сошествием Святого Духа. И, значит, и завтра еще отдельно, значит, сегодня Святой Троица день, что Бог явил, открыл себя единый по существу, открыл себя нераздельным, нераздельным в трех лицах. И завтра день Святого Духа вот состоится поездка в Свято-Духов монастырь. Будем стараться эти дни, вот эту неделю, особенно сегодня, и завтра помолиться по четочкам, хотя бы сто раз прочитать Царю Небесную вот эту вот молитву, знаете, вот особенно вот на этой светлой, такой светоносной неделе. Аминь. Всех вас праздников! Благодарю вас!